сегодня мы будем готовить пасту здесь у нас домашняя паста запеченная в духовке мясо соус песто сейчас я вам все покажу всем привет сегодня я покажу вам как приготовить я это называю универсальное тесто это тесто вы можете сделать пельмени вы можете сделать чебуреки манты вот сегодня я буду делать пасту то есть такую длинную лапшу и все на самом деле просто не бойтесь тесто значит смотрите у меня здесь одно среднее яйцо здесь у меня соленая теплая вода здесь у меня в общем все пропорции внизу под видео сейчас я о грамма говорить не буду я просто буду все взвешивать и потом все расскажу значит яйцо слегка его взболтали и я сюда наливаю воду соленую вода должна быть такая хорошо соленая тесто должно быть соленая все соединила яйцо с водой и теперь добавляю муку мука естественно просеянная самое обычное понемногу лучше не доложить чем переложить потому что потом если вы забьете мукой вам придется еще воду чего-то там добавлять в общем сам целая история вот на этом этапе я добавлю оливковое масло можете растительное обычное добавить но на сегодня будет итальянская паста с песто поэтому оливковое масло так продолжаем добавлять муку муку добавляем вот на этом этапе до момента когда вы уже увидите что комок собирается и вы можете уже руками вымешивать вот сейчас еще нет все сейчас мы и венчик освобождаем можете руку смазать растительным маслом чтобы вам было легче вот так убираем все теперь руками вот такими движениями в круговую замешиваем тесто и будете что она будет там к рукам прилипать все это потом когда вы его вынесите это все у вас в тесто уйдет со стеночек все убираем ничего не оставляем все вмешиваем в тесто вот сейчас утро это тесто я делаю к обеду чем больше она после замеса у вас пролежит в спокойном состоянии тем лучше ну конечно вот я сейчас его замесила и через часочек я его еще раз буду подминать так теперь мы это переносим на рабочий стол и будем дальше вымешивать стол при пыляем и выкладываем тесто мука у вас должна быть рядом просеянная чтобы если вам вы почувствуете вот к рукам вот сюда уже вот сюда уже ничего прилипать не должно на самом деле вот многие скажут что там эту пасту готовить пошел докупил вот вы когда один раз это сделаете ваши домашние уже будут просить вас чтобы вы сами сделали вот не знаю я очень люблю домашнее тесто если вы пару раз приготовите для вас это уже не составит никакого труда вот минуты две-три вы его будете вот так вот вымешивать вот еще капелька у нас вот я буквально совсем чуть-чуть и уже окончательный такой момент и обратите внимание делаю я это на силиконовом коврике это у меня уже в общем-то третье я даже вы знаете планирую еще заказать и вырезать для вот когда торты когда пироги выпекаешь форму чтобы вот застилать именно форму потому что силиконизированная бумага я на самом деле здесь просто даже не знаю где ее взять вот а вот этот силиконовый коврик ссылка будет внизу в описании обязательно приобретите очень хорошая вещь просто очень довольна все вот так вот получилось тесто вот такой сейчас я его уберу в пленку и оставлю примерно на час если у вас нет времени вы это делаете перед работой вот так вот завернули оставили и до вечера пришли помяли и разделали и так сейчас прошел немного припыляем стол и где-то в течение 3 4 5 минут будем еще вымешивать тесто она уже такой посмотрите какой пластичный уже она не прилипает к рукам и вот так вот 3-4 минутки вот поверьте она того стоит вот это вот немножко повозиться но не в обычно не в будний день сделать это выходной день вот это все приготовленное дома она всегда намного вкуснее вот посмотрите она абсолютно не прилипает эластичное приятное отличное тесто вот так и опять заворачиваю в пленку и уже вот когда мне надо будет если вы прямо сейчас хотите начать готовить готовьте сейчас мы сейчас возьмем кусочек теста и будем делать пасту я сейчас прям взвешу покажу вам здесь сто двадцать и ну что 30 грамм все опять прибавляем стол сначала вот так вот руками разомнем немного тесто муки вот на присыпку не жалеете потому что когда вы будете резать пасту вам нужно будет чтобы тесто не склеивалось и начинаем раскатывать вот такой толщины прямо буквально миллиметр такая прозрачная лепешечка теперь щедро присыпаем мукой накручиваем на скалку свободно скалку снимаем и теперь нарезаем кто-то очень тонкая примерно 34 миллиметра и вот такая получается паста вот так вот на припыленные стол вы раскладываете если вы хотите чтобы она немножко подсохла можете там оставить если вы торопитесь и вам нужно сразу сварить уже должна стоять вода на плите закипеть в общем вот такая получается паста это в общем то получается ну одна порция даже многовато для одной порции посмотрите как это быстро как это просто никаких вообще сложностей покажу как варить вот я еще скатала тесто в общей сложности у меня получилось 200 грамм теста то есть две порции и также нарезаем если вы боитесь что у вас не получится раскатать возьмите небольшие кусочки теста там по 30 грамм и очень легко раскатать маленькое тесто все то же самое значит смотрите здесь у меня 200 грамм тесто здесь 300 вот это тесто я заверну в пакет и уберу в морозилку если вы не планируете завтра или там к вечеру сделать какие-нибудь чебуреки уберите в морозилку достанете разморозить и тесто будет отличная так варим пасту весь у меня кастрюля наверное три с половиной щедро посолить и забрасываем пасту вода должна хорошо кипеть чем больше воды тем лучше маленьком количестве варить не нужно потому что она будет плохо закипать медленно и качество пасты ухудшится и все и вот так вот все перемешиваем чтобы она ничего там не слиплась никакого масла воду добавлять не нужно достаточно вода и соль варим три минуты после вот сейчас она бурно закипит три минутки будем варить огонь слегка убавили но она постоянно должна кипеть если вы сомневаетесь вот понимаете я не могу вам точно сказать сколько будет вариться ваша паста все зависит от толщины если вы сомневаетесь ну вот возьмите вот так и попробуйте вот такой кусочек попробуйте и моя паста сварилась сливаем все слили вот так вот потрясли не надо промывать холодной водой не надо ничего смывать воды было достаточно паста проварилась теперь оставляем быть она слегка стечет вот пасту мы отварили добавляем чайную ложечку песты перемешиваем и вот уже в общем то готовое блюдо но я была бы не я если бы не приготовила мясо здесь у меня баранина говядина и вот кусочек сочной запеченной в духовке баранинки мы конечно же добавим к этой замечательной пасти я всем желаю приятного аппетита всем хорошего дня пока и и